В сегодняшнем видео мы поговорим о необычном опыте советских команд зимой 1979 года. Сразу два советских клуба отправились в феврале в США для проведения товарищеских матчей. Начнем рассказ с турне московского «Спартака». Чемпионат 1978 года «Спартак» закончил на пятом месте, неплохой результат для первого сезона только что вернувшейся из первого дивизиона команды. Межсезонье у команды было очень плотным, уже 11 января основной состав принимал участие в турнире на приз спортивного общества «Спартак», в котором команда провела шесть матчей. Затем до конца января были сыграны еще четыре матча в рамках турнира на приз газеты «Неделя». Этот турнир был мини-футбольным, но играли в нем команды из большого футбола, в отдельный вид спорта эта игра выделилась позднее. Отыграв 31 января финальный матч на приз «Недели» против ЦСКА и проиграв его со счетом 0-3, красно-белые отправились в коммерческое турне в США. К сожалению, видеозаписей матчей с участием команды или не было или они не сохранились, поэтому видеоряд будет с аналогичных матчей американских команд для наглядности, чтобы было проще понять во что предстояло играть нашим футболистам. Матчи проводились на хоккейных коробках, одновременно на поле находилось по пять полевых игроков и вратарю от каждой команды. Команды играли четыре четверти, по 15 минут чистого времени каждая. Перерыв между четвертями был 10 минут. Команды при этом не уходили в раздевалки, отдыхали на скамейке запасных. Играли без офсайдов, подкаты в подобных матчах были запрещены. Сам вид спорта в США назывался шоуболом. Лига шоубола существовала с 1978 по 2002 год. В 1979 году в лиге было всего шесть команд, со всеми Спартак и сыграл. Сам турнир был коммерческим, спрос на спортсменов из диковинного для США СССР был большим, поэтому за приезд советской команды американцы были готовы заплатить неплохие деньги. Спартаку от тех денег досталось мало, каждый игрок за победу получал премиальные 90 долларов. Спустя два дня после финала в турнире на призы недели красно-белые проводили свой первый матч в США. Всего же было сыграно шесть товарищеских матчей, график был крайне плотным, за 11 дней спартаковцы посетили Питтсбург, Нью-Йорк, Хьюстон, Филадельфию, Цинциннати, Кливланд. Турне выдалось по-настоящему красочным и богатым на голы, за шесть матчей красно-белые забили 60 мячей, пропустили при этом всего 25. 15 игроков сменяли друг друга на футбольном поле у москвичей во время того турне. Состав был следующим, Ринат Досаев, Виктор Самохин, Владимир Бутиевский, Сергей Шавло, Юрий Гаврилов, Георгий Ярцев, капитан команды, Александр Сорокин, Александр Кокарев, Федор Черенков, Александр Корешков, Михаил Булгаков, Александр Калашников, Сергей Башкиров, Евгений Сидоров, Владимир Никонов. 12 игроков отметились голами. Без голов остались только Самохин, Кокарев и вратарь Досаев. Самыми результативными были Сергей Шавло и Евгений Сидоров, они забили по 8 мячей. Немного скромнее была результативность у Михаила Булгакова и Георгия Ярцева, эти два игрока с 7 раз праздновали взятие ворот соперника. А вот любимец советской публики Федор Черенков во время этого зарубежного турне и в необычном формате проведения игр чувствовал себя не очень комфортно и забил всего дважды. Также отдельно хочется выделить Александра Корешкова. Этот игрок сыграл за Спартак всего 10 официальных матчей и сезон 79 до конца в команде Бескова не доиграл, уехав выступать в родной Саратовский Сокол. Зато в американском турне Корешков вполне справлялся со звездной ролью Голеодора и забил 6 мячей, столько же, сколько Юрий Гаврилов. Самым результативным во время этого турне был матч Спартака с командой Кливленд Форс. Эта встреча закончилась победой советской команды со счетом 22. А вот игра с командой Нью-Йорка Роуз выдалась напряженной и победу в ней добыть оказалось не так и легко. Итоговый счет встречи, победа москвичей 9-7. Одолеть команду из Хьюстона у красно-белых не получилось, поражение со счетом 5-7 стало единственным во время этой поездки в США. Диковинным для советских людей было наличие в командах соперников не только американцев, но и легионеров из других стран. В командах много футболистов было из Англии и Аргентины. Встречались и спортсмены из Югославии, Финляндии, Италии, Шотландии, Ямайки и других стран. Сейчас вы видите результаты всех матчей московского Спартака во время того зарубежного турне. Надо отметить, что по возвращении из США команду Бескова ждал не менее напряженный график подготовки к сезону, который в итоге стал для команды чемпионским. Спартак 12 февраля сыграл последний матч в США и уехал на родину, готовится к матчам группового этапа Кубка СССР, а к 19 февраля за океан отправился другой советский клуб «Московская Динамо». Белоголубые играли в большой футбол с клубами национальной лиги, провели они в рамках этого турне три матча. Уже 3 марта москвичам предстояло выступать в Кубке СССР. Получается, что времени после прилета из США на адаптацию практически не было. Тем не менее, и «Динамо», и «Спартак» в групповом этапе Кубка страны победили и вышли в следующий этап. Более того, белоголубые дошли до финала турнира, в котором уступили тбилискому «Динамо». Но вернемся к американскому турне. На ваших экранах представлены результаты матчей москвичей. Две ничьи и одно поражение – далеко не лучший результат. В целом, неплохое выступление было омрачено поражением от Сан-Диего Сокерс. В том матче за американскую команду дебютировал 21-летний мексиканец Уго Санчес, который позднее станет европейской звездой и будет играть в Реале, Атлетико и других клубах. В том матче Санчес забил четыре мяча за Сан-Диего Сокерс. Галы у «Динамовцев» забивали всего три человека, это Михаил Гершкович, Андрей Якубик и Николай Колесов. Всего же за команду в трех матчах сыграли 15 футболистов, их фамилии вы сейчас как раз видите. Турне было омрачено скандалом, старший тренер команды Александр Севидов после матча с Сан-Диего Сокерс самовольно покинул расположение советской делегации ради встречи со своим давним знакомым. Начальник команды Анатолий Родионов этот факт зафиксировал. После возвращения в СССР фактом занялись спецслужбы, итогом расследования стало снятие Севидова с должности старшего тренера. Произошло это в мае, после этого тренер полтора года находился в Апале и никого не тренировал. Но уже в 84-м Сан Саныч вновь работал с Динамо, правда и эта история закончилась скандальной отставкой. Такими разными оказались поездки двух наших команд в 1979 году за Океан. Пользовались ли матчи с командами из СССР популярностью? К сожалению, информации о посещаемости всех матчей Спартака найти не удалось, но известно, что на матч в Нью-Йорке пришли 7200 зрителей. Матч проводился в хоккейной арене, которая вмещает 14 тысяч человек. Получается, аншлага не было, половина мест в зале пустовала. По матчам Динамо информации больше, в Тампе на матч пришли 12000 зрителей, в Сан-Диего – 10000, в Анахайме – 17. Учитывая, что футбол в США и сейчас далеко не на первых местах по популярности, цифры можно считать вполне приемлемыми.